Виктория Шаре Виктория Шаре Виктория Шаре Виктория Шаре Виктория Шаре А в 35-й Самарской школе прозвенел 50-й юбилейный последний звонок. Белые банты, строгие костюмы, на плечах почетные ленточки выпускника, в глазах слезы. Сдерживать эмоции ребята не могут. За долгие годы учебы все здесь стало родным. Это на самом деле очень трогательно. Уходя со школы, мы выражаем свою благодарность родителям, учителям за то, что учителя нас воспитали. Школа – наш второй дом. Впрочем, без улыбок на лицах школьников в этот день также не обошлось. Положительными эмоциями заряжают воспоминания. Интересных моментов, в принципе, очень много, когда весь класс шумит, не дает проводить уроки. Также пробные экзамены, мониторинги. Это все тоже очень весело, когда учителя выходит и быстро «Ой, дай списать, пожалуйста». Сегодня в 35-й школе два выпускных класса – девятый и одиннадцатый. Кроме учителей и родителей, с днем окончания школы выпускников поздравил и первый замглавы городской администрации Виктор Кудряшов. Я хочу пожелать широкой, большой дороги в будущее. Я думаю, что вы должны изменить этот мир. Я думаю, что именно вашему поколению как раз будет удаваться. Подарок сделали и тем, кто продолжит учиться в школе. В этом учебном году здесь закончился капитальный ремонт, который шел более трех лет. Было все заменено. Мы зашли в новые стены. Более того, 2014-2015 учебные годы – это юбилейный год. В школе 50 лет, поэтому у нас много праздников в этом учебном году. И этот выпуск – он юбилейный. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Особенная атмосфера царила и в 41-й Самарской школе. Гармония – одна из ведущих школ города. Последний звонок – прощальный вальс. Своих эмоций выпускники не скрывают. Вы знаете, буря эмоций и какие-то смешанные чувства. С одной стороны, мы уходим из этой школы, а с другой стороны, кажется, что завтра мы опять придем и будем опять же учиться, опять же сидеть за партами с нашими любимыми учителями. Слезы едва сдерживают и преподаватели. С такими учениками жаль прощаться. Многие – победители школьных олимпиад. 14 претендентов на золотые медали. Действующий на базе школы детский театр «Задумка» в этом году стал обладателем гран-при самого большого в России фестиваля конкурса «Волшебная туфелька». На торжественной линейке выпускников напутствовал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Впереди у вас интересная, большая, замечательная жизнь. Которые будут и трудности, которые будут радости. Уверен, что вашими успехами школа будет гордиться. После линейки выпускники отправились в школьный двор, чтобы посадить в саду новые деревья. Традиция существует с самого основания школы. И, конечно, каждый год, когда они возвращаются в школу, и на вечер встречи выпускников, и весной приходят, они обязательно подходят к своему дереву, держатся за него, загадывают желания. И они всегда сбываются, они приносят им удачу. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. После торжественной части выпускники всех школ и лицеев отправились праздновать окончание учебы на набережную. Администрация Самары устроила для них большой городской праздник. Ребят поздравили творческие коллективы города. Место встречи изменить нельзя. Самарская набережная – излюбленное место всех выпускников. Десятки поколений приезжают праздновать последний звонок и насладиться пейзажами Волги. Я хорошо помню свой выпускной. После окончания последнего звонка мы всем классом приехали сюда на набережную, ходили на площадь славы гулять, конечно, и мне кажется, это вот были наши самарские белые ночи. И сейчас более 600 выпускников традиционно собрались у ладьи, чтобы отпраздновать окончание важного этапа в их жизни. Я сегодня проснулась с таким чувством, господи, я закончила школу, дальше не будем собираться вот каждый день вот так в школе, друг с другом не видеть так часто, как-то даже непривычно об этом думать. Мне жаль, ну как бы, расходить со своими ребятами, терять их, но в то же время я поступлю, допустим, в другой вуз, у меня будет больше друзей, какие-то новые связи, новые знакомства. Для выпускников устроили большой праздник. С творческими номерами выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Впереди у ребят беззаботные выходные, но с понедельника снова за парту начнутся экзамены. Мария Сидорова, Павел Пресняков, События. На экзамены с трезвой головой. Последний звонок для самарских школьников прошел под знаком здоровья. По рекомендации городской администрации торговые точки в праздничный день ограничили продажу алкоголя. Кто из предпринимателей решил поддержать день трезвости и что пили будущие выпускники, выяснил наш корреспондент. Весело и дружно. Одиннадцатиклассники идут по набережной с шестью бутылками минералки. У других руках холодный чай. В жаркий майский вечер запаслись здоровыми прохладительными напитками. Впрочем, купить алкоголь в день школьного последнего звонка можно было далеко не во всех магазинах. Многие ввели ограничения на продажу такой продукции. В рамках поручения главы администрации городского округа Самара Олега Борисовича Фурсова были направлены письма всем сетовым магазинам и также отдельно стоящим магазинам, которые торгуют алкогольной продукцией. Что не было в продаже алкогольной продукции. Сегодняшний ряд показывает, что бизнес-структура к пониманиям относится. Руководитель департамента потреб рынка проверил добросовестность торговых точек. В сетевом супермаркете полки с алкогольной продукцией затянуты пленкой. На стеллажах объявления «Сегодня этот товар не продается». Есть дни, которые установлены законодательством, то есть детские праздники. И также, если нам, как и сегодня, поступает рекомендация от администрации ограничить продажу алкоголя, мы, конечно, эту рекомендацию выполняем и ограничим продажу. Если в обычные дни, то алкоголь продается только при предъявлении паспорта. Следующая точка – алкогольный магазин. Его и вовсе сегодня не открыли. Устроили лишний выходной. Как уверили продавцы соседнего магазинчика, и у них холодильники с алкоголем под замком. Самарских школьников ограничения не расстроили. В этом году ограничить продажу алкоголя рекомендовали не только магазинам, расположенным рядом с набережной, но и в других районах города. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Что нужно сделать, чтобы полностью изменить облик своего двора? Как бороться со стихийными парковками и незаконными гаражами? Именно вопросы благоустройства стали основной темой встречи в рамках проекта «На связи с губернатором» в микрорайоне Мичуринский, что в границах улиц Мичурина, Московское шоссе, Пролетарское, Карла Маркса, Владимирское. Из 11 больших просторных дворов в микрорайоне Мичуринский уже благоустроили 7. Но детей здесь много. Игровых и спортивных площадок все еще не хватает. На встрече проекта «На связи с губернатором» было озвучено несколько адресов нуждающихся в преображении. Пресечение аспекта с кармаса. У нас детских площадок нет, песочницы нет. Комплексное благоустройство можно провести по программе «Двор, в котором мы живем». От жителей требуется сообща придумать, как будет выглядеть обновленная территория. Надо собрать инициативную группу жителей и нарисовать проект, то, что вы хотите видеть в своем дворе. Собрать подписи жителей, хотя бы часть какую-то, что они согласны с вашей планировочкой. Пожалуйста, приходите. Мы можем вам находить залег и расскажем про эту программу. В тех дворах, где с детской площадкой все в порядке, жителей волнуют незаконные железные гаражи, что портят весь ландшафт. Долгоиграющую проблему теперь удастся решить. В Самаре уже разработан рекламент по вывозу незаконных гаражей. Убирать неприглядные конструкции могут начать в следующем году, как только поступит финансирование. Благоустроенным жителям микрорайона хотят видеть и небольшой бульвар на улице Мичурина. Одно из любимых мест для отдыха и прогулок. Будет ли планироваться благоустройство, потому что он сейчас не в очень хорошем состоянии. На сегодняшний день финансирование, вы все знаете, сократилось. Поэтому окончательно решили. Не принято боевая реконструкция, но не отклонено. Мы еще поработаем с этой темой. Ремонт тротуаров, установка дополнительных фонарей, борьба с незаконными торговыми палатками, которые периодически появляются на пересечении Чернореченской и Клинической. Все предложения и просьбы жителей взяли в проработку. Проект на связи с губернатором – открытая площадка для диалога жителей и власти, который дает реальные результаты. Жители заметили, власть стала ближе к народу. Чтобы решить проблему, не нужно вести длительную переписку. Достаточно просто прийти и задать вопрос. Чтобы еще раз и они узнали наши проблемы, и мы еще раз уже в курсе были того, что будут делать. Мы сами видим наглядно, что у нас меняют действительно. Московское шоссе очень сейчас хорошие дороги там стали. Тротуар у нас прямо только у домов делают хороший. Но хотелось бы, чтобы полностью быть в курсе того, что происходит в нашем районе. Этим летом и осенью в Самаре пройдет около сотни общественных слушаний во всех микрорайонах. Контролировать выполнение поручений горожан будут общественные советы. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Ольга Рыбакова, возглавлявшая Министерство культуры Самарской области с 2004 года, освобождена от занимаемой должности. Основание – личное заявление. Временно исполнять обязанности министра культуры будет Сергей Филиппов, ранее занимавший должность руководителя Департамента информационной политики администрации губернатора. Ольга Рыбакова трудовую деятельность начинала инженером в Куйбышевском плановом институте. В 2001 году была избрана депутатом Самарской губернской думы. С 2004 работала министром культуры и молодежной политики Самарской области. С 2009 – министром культуры Самарской области. Информации для предпринимателей, желающих начать свое дело или оплатить налог на прибыль, ждут в Самарском многофункциональном центре. Теперь здесь также принимают и заявки на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробности в нашем сюжете. Зарегистрировать свой бизнес стало проще. Заявления на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей теперь принимают не в районных налоговых, а в едином регистрационном центре, который открылся на базе ИФНС России по адресу улицы Сергея Лазо-2, а также через многофункциональный центр. Для предпринимателей, конечно, стало удобно, что все услуги стали осуществляться в одном месте, что не нужно ездить с налоговой своего района. Очень удобный график работы. Здесь же можно оплатить и госпошлину, а подданный на рассмотрение пакет документов доставят по назначению. Получить результаты предоставлению госуслуг можно также здесь. Чтобы избежать очередей, специалисты центра будут работать в усиленном режиме. У нас на данный момент график с 8 до 8, но у нас теперь в субботу будет увеличен рабочий день с 10 часов до 8 часов. Гражданам будет удобно найти шаговой доступности, прийти, без очереди сдать документы, соответственно, быстро получить как консультацию, так и конечный результат. Предпринимателей ждут в МФЦ на Московском шоссе. Также можно обратиться и в отделение многофункционального центра на улице Свободы 192 и Вилоновской 13. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Федор Достоевский прибыл в Самару. Теплоход с ветеранами завершил свое путешествие в Низовье Волги. На днях 240 человек, обеспечивших великую победу, отправились к месту боевой славы – на Мамаевкурган, в город-герой Волгоград. Вместе с ветеранами путешествовала и наша съемочная группа. Чтобы сейчас так весело и безмятежно отдыхать, 4 года они сражались за родину. На пути в город-герой Волгоград на теплоходе звучала музыка, шли турниры по шахматам, проходили творческие вечера. После нескольких дней путешествия ветераны ступили на Волгоградскую землю. Сергея Сергеевича Алехина, родина-мать, позвала в бой, когда ему не было и 18-ти. Мальчишкой он взял в руки оружие и насмерть стоял за Сталинград. Теперь он здесь почетный гость. Взял землицы кусочек для того, чтобы она была со мной, потому что здесь столько жизней моих товарищей, с которыми я был, погибли. Но, тем не менее, немецко-фашистским войскам не удалось сломить сопротивление. Круиз, посвященный 70-летию Победы, длился 5 дней. Кроме Волгограда ветераны побывали в Саратове, посмотрели на город с высоты птичьего полета, возложили цветы к вечному огню. Пешие экскурсии и подъемы в гору выдержали с честью. Мы боялись ветеранов, потому что возраст, особенно на этом теплоходе, у нас исключительно ветераны Великой Отечественной войны, труженьки тыла. То есть возраст не моложе 45-го года, поэтому боялись, честно говоря, боялись, переживали. Врачей было достаточно, но все хорошо, все здоровы, всех вернули в здравие. Почетные туристы привезли в Самару солнечную погоду, которая сопровождала их весь круиз. Впечатления у защитников Родины самые светлые. Очень трогательные. Прям вот можно выразить такие чувства, что неужели так могло нас встретить Сталинград или Волгоград нас. Очень хорошая поездка. Это останется на всю последнюю жизнь, которая осталась, отличные впечатления, как прекрасен этот мир. Следующий теплоход с ветеранами отправится в рейс в июне. На этот раз участники боевых действий, труженики тыла и дети фронта пойдут по Волге вверх до Перми. Алина Чемерис, Павел Пересняков, События. Отголоски Великой Победы слышны до сих пор. В поселке имени Шмидта для всех жителей школьники устроили концерт «Тюльпаны ветеранам». Ребята выучили и исполнили песни военных лет. Марина Матвейшина продолжит. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет мир и не будет войны. Школьники поселка имени Шмидта подготовили для ветеранов и всех жителей настоящий концерт. В программе – песни военных лет. Мария Маслова слушает их с замиранием сердца. Вспоминает, в 41-м учебный год начался в середине ноября. Учились с часа до семи часов вечера в школе, а потом шли, ужинали и нас направляли на колхозный двор. Там обмолачивали снопы комбайном до 12 часов, а потом отпускали нас домой, спали. Это первый фестиваль «Тюльпаны ветеранам» в поселке. При поддержке администрации Железнодорожного района и Совета ТОС школьники решили продлить праздничное настроение. Вообще в поселке дети очень отзывчивые, очень открытые, искренние. И души такие еще чистые. Я думаю, что для них это на самом деле по-настоящему все. Праздник получился на славу. После концерта все желающие смогли отведать каши из полевой кухни. Лариса Шлафаст, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Госдума во втором чтении приняла законопроект об амнистии капиталов. Проект закона о добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов в банках предполагает амнистию зарубежных капиталов, задекларированных россиянами. Ранее парламент принял законопроект в первом чтении. Согласно тексту документа, декларацию нужно предоставить в налоговые органы до 31 декабря 2015 года. Указанные в декларации активы не будут облагаться единовременными налогами и сборами. Интересно, сколько подпольных миллионеров сольют свои офшорные счета? Бизнес отказывается от займов из-за высоких ставок. Объем займов, выданных малым и средним предприятиям за первый квартал 2015 года, в сравнении с прошлым годом снизился на треть. А просрочка по ним наоборот растет. Эксперты говорят, что мы еще долго будем пожинать плоды черного вторника, когда Центробанк поднял базовую ставку до 17%. Бизнес также опасается, что банки начнут повышать кредитные ставки в одностороннем порядке. Благо, закон разрешает. По данным экспертов, во второй половине декабря 2014 года ставки для заемщиков с высокими рейтингами доходили до 25-28% годовых. Власти Дубая расширили меры, направленные на соблюдение дресс-кода туристами и приезжими в общественных местах. У входов во многие государственные учреждения в Дубае по требованию местных властей уже установлены баннеры с инструкциями. Кроме того, в отделениях дубайского муниципалитета посетительницам, не соблюдающим дресс-код, выдаются традиционные женские одеяния обаи. Инициатива была обусловлена повторяющимися жалобами от местного населения. Гостей могут попросить закрывать плечи и колени. Сотрудники магазинов могут попросить посетителей покинуть магазин, если от кого-либо поступит жалоба на их неприемлемый внешний вид. Также в правилах оговаривается запрет на объятия и другие физические проявления чувств в общественных местах. В общем, девушки теперь не погуляют по городу в бикини. А на сегодня это все. Хороших выходных! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре стартовала областная спартакиада среди ветеранов спорта. Дарья Касаткина прошла в полуфинал теннисного турнира в Италии. Пляжные крылья советов начали чемпионат страны с победы. В Санкт-Петербурге стартовал регулярный чемпионат страны по пляжному футболу. И первыми на песок вышли столичные ЦСКА и Самарские крылья советов. Исход матча решился за 5 секунд до конца основного времени. Победу со счетом 5-4 крыльям принес Игорь Брештель. Дарья Касаткина сыграет в полуфинале итальянского теннисного турнира. Тайятенко во втором круге обыграла швейцарку Кони Перри 6-2-7-5 и одержала победу в четвертьфинале над Румынкой Александрой Каданту 6-0-6-3. В полуфинале Дарья попытается пройти болгарку Изабеллу Шинникову. Во время уикенда на базе отдыха «Радуга» пройдет областная спартакиада среди ветеранов физкультурного движения. На старт приглашаются мужчины старше 60 лет и женщины, кому за 55. Чемпионы и призеры соревнований определяются в настольном теннисе, шашках, шахматах, мини-гольфе, дартсе, пулевой стрельбе и спортивном ориентировании. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова